В селе Ильинка полицейские и очевидцы задержали водителя грузовика, который на угнанном автомобиле совершил ДТП и скрылся с места аварии. Ему это почти удалось. На Тойоте Дюне беглец проехал около 10 километров, преследуемый увязавшимися за ним неравнодушными автолюбителями. Когда грузовик застрял в сугробе, из кабины преследователи вытащили двоих. Пассажир возмущался и делал вид, что шофера не знает. Мол, остановил и попросил подвезти. Нафиг вы мне этого водителя припихивать. Я уже приехал пить водку. А где сели там машины? По-моему, 60 лет октября. А откуда ехали? Ну, с друзей, с родственников. Откуда? Не, где я пил, пил я в авиагрузке. Второй схваченный, тот, что сидел за рулем Дюны, был таким предательским поведением приятеля обескуражен. Дескать, затевали все вместе, а отвечать придется одному. Я бы сейчас вышел этому товарищу, добил бы. Так он с вами, получается, все-таки ехал, да? Конечно. Нас подрезали, потом мы подрезали, да в оконцовке ДТП. И уехали? Да. Ну, а почему уехали? Потому что нет документов, ничего нет. Документов у приятелей на машину не было и быть не могло. Дюна накануне днем исчезла из двора дома в том же авиагородке. Владелец Тойоты, обнаружив пропажу, обратился в полицию. Автомобиль числился в розыске как похищенный. На нем друзья совершали пьяный тур. Сначала заехали к кому-то выпить, потом поехали в Ильинку. Там живет один из них. И попали в ДТП, задев попутную машину. Случилось это возле путепровода у первого микрорайона. Шофер протираненного Ниссана АД пустился в погоню за наглецами на перекладных, воспользовавшись неравнодушием окружающих. Получается, случайный водитель бросился в погоню, что ли? Так их было пять или шесть. Машин? Да. За грузовиком ехали? Да. Пытались поймать. Я не сообщаю, он с угроб загнали? Да. Три раза пытались загнать. Два раза он сам уехал, а последний раз уже не смог. С появлением на месте задержания владельца угнанного грузовика выяснилась любопытная деталь. В одном из схваченных он узнал собственного работника, того самого, который ехал пассажиром. Зная, что в машине сломан замок зажигания и запустить мотор можно при помощи отвертки, тот подбил приятеля сесть за руль чужой машины. Похоже, судимый за кражи житель Ильинки выйдет сухим из воды. Уголовное дело за угол машины возбуждено не на него, а в отношении его 40-летнего собутыльника. Вместо происшествия Анна Карпова и Павел Рогатин.